Парк на Ясной вскоре станет уникальным. Из обычного он превратится в дендрологический. За преображение взялись юнаты Екатеринбурга. У них новоселье. Ребята переезжают с педагогами в новое здание. Строительство станции начиналось со скандала. Местные жители боялись, что парк вырубится всем. Чем все закончилось, отправилась посмотреть Анжела Брик. Новая станция юнатов начинается не с красной ленточки, а с сирени, которую высаживают дети. Сам же дом для любителей природы вырос здесь, в парке на Ясной, всего за два года. Сюда уже завезли животных и разбили теплицы. Часть цветов дает завязи. Вот, понимаешь, маленький огурчик появляется. Потом огурцы начинают набирать сок, а часть цветов отцветая. Новое здание в собачьем парке возвели взамен ветхого на Шейкмана. Здесь смогут заниматься 600 детей. Вдвое больше, чем раньше. По сути, это будет настоящий научный центр. С учебными аудиториями, лабораториями, где собираются ставить опыты гидромикробиологи и отделом эко-мониторинга. Мониторинг можно осуществлять химическими методами. Тут у нас есть химические методы. Биологические методы. Тоже у нас микроскопы, определители есть, чтобы заниматься этим вопросом. Микробиологическое оборудование. В этой лаборатории будут заниматься четыре детских объединения. А в живом уголке занимаются последователи Менделя. Юные генетики выводят новые породы животных. У нас один раз получились трехцветные. Но потом мы их скрестили между собой, и они опять получились только сатиновые. Мы не стали унывать, решили дальше размножать их. И у нас наконец вывелись вот такие вот мишата трехцветные. Сейчас сложно себе представить, что изначально местные жители были против строительства этой станции. Завсегдатые парка на Ясной опасались, что ради юных натуралистов зеленую зону попросту вырубят. Да, парк запущен, но это парк. И надо им заниматься. То, что люди 20 лет ничего не делали, это не повод, чтобы тут начинать махать на парамет. Между тем парк не только сохранили, но и преобразили. Теперь здесь даже больше деревьев, чем было до начала строительства. Мы перенесли около 300 деревьев с территории, которая у нас находилась на Шейкмана, 113А, в ноябре прошлого года. Это крупномерные деревья, посадки были произведены. Согласно проекту, непосредственно строители высадили нам здесь около 200 деревьев. Ну и периодически мы проводим акции по посадке деревьев. Вскоре обычный парк и вовсе превратится в дендрологический. Здесь планируют высадить редкие виды хвойных. Ухаживать за флорой и фауной станции и узнавать новое юнаты начнут 1 октября. Анжела Брик, Влад Калупаев, Новости 41 канала.